Тыл, США, Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты. Эллен Мичелл, Тыл, США, 14 августа 2019 года. Россия во вторник выступила с утверждением о том, что она побеждает в гонке по разработке новых видов ядерного оружия дальнего радиуса действия, несмотря на произошедший в стране взрыв ракеты, в результате которого правительство временно было вынуждено эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта. По сообщению Росатома, Российской государственной корпорации по атомной энергии, этот инцидент произошел в четверг в северной части России во время испытания ракеты на морской платформе в Белом море. По информации многочисленных изданий, в результате этого взрыва погибли пять человек, а еще трое из сотрудников Федерального ядерного центра в Сарове получили ранения. Россия заявляет о том, что будет продолжать работу по разработке новых видов оружия, несмотря на произошедший взрыв. Она также утверждает, что опережает другие государства в развитии такого рода оружия. «Наш президент неоднократно говорил о том, что российские инженерные разработки в этом секторе значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются уникальными», отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью агентству «Ретер». Российский президент Владимир Путин в прошлом году объявил о разработке новой ракеты, получившей в России обозначение 9М730 «Буревестник». Москва с гордостью заявляет, что эта ракета имеет неограниченный радиус действия и способна преодолевать любые системы противоракетной обороны. Однако Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты имеют аналогичные, но более продвинутые технологии. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой повысилась из-за вопроса о контроле над вооружениями, в пятницу Соединенные Штаты формально вышли из договора с Россией об ограничении ракет средней и меньшей дальности РСМД. В соответствии с этим договором, подписанным в 1987 году, Соединенные Штаты и Россия отказывались от разработки и обладания ядерными и обычными баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. По мнению Соединенных Штатов, Россия в течение многих лет нарушала положение этого договора, однако Кремль отвергает подобные обвинения. Взрыв российской ракеты на прошлой неделе может иметь серьезные последствия в гонке вооружений, связанной с разработкой ракет дальнего радиуса действия. Местные власти рекомендовали жителям расположенного рядом поселка Нинокса покинуть этот район на время проведения работ по очистке местности. По имеющимся данным, около 450 человек проживают в этом поселке, который расположен рядом с военным испытательным полигоном, и где после взрыва ракеты резко повысился уровень радиации. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.